всем привет друзья мы вещаем из дома своей дочери из америки значит так случилось что я приехала как раз на день благодарения завтра будет этот праздник поэтому мы вчера сходили с дочкой купили вот такую вот индейку эта индейка у нас весит 9 килограмм мы вчера спутали на камере сказали что она 5 весит ну когда посчитали она красота 9 ну что я сделала мы ее покупали размороженную потому что замороженная не очень вкусная это мы так порешили я читала об этом читала об этом и что я сделала я достала ее из пакета значит вымола хорошо помыла и вот промокаю бумажными толстыми бумажными полотенцами чтобы она у меня была сухая я уже в течение 40 минут хожу промыкаем а зачем она сухая когда будет сухая она будет лучше мариноваться может быть это мое мнение я не знаю но я не люблю когда мясо в воде мариноваться и поэтому она сухая будет у нас и я ее сейчас буду натирать специями я никогда не готовила индейку особенно для праздника завтра на этом празднике соберутся люди люди родственники значит мужа моей дочери естественно они готовят эту индейку уже много-много лет я не хочу ударить в грязь лицо поэтому я даже не знаю понравится им или нет но дочка сказала готовь мне понравится ладно так что буду готовить как умею значит что я собираюсь чем я собираюсь ее натирать сейчас я буду ее натирать ну я сейчас в чашке смешаем соль специи какие у меня тут есть вот для курицы специи каррия привезла с россии потом значит думала что здесь нет возможно буду использовать маленько чеснока соевый соус вчера купили поменьше соли горчичный порошок тоже привезла из россии и буду использовать мед и сливочное масло ну и так же ложку оливкового масла приготовила уже ну что я сейчас ее еще возможно уже сколько измотала это рулон бумаги рулон салфета промакиваю ее постоянно чтоб она у меня посохла я ее сейчас замариную праздник этот завтра ну вот эти девять килограмм должны промариноваться и значит я поэтому заранее это делаю мы еще кстати не купили форму моя дочка тоже ни разу не готовила индейку сама лично они ездили к родственникам мужа к родителям и там отмечали этот праздник так как я наверно приехала тут решили все собраться посмотреть наверно хотя они меня уже знают но все равно собраться все решили здесь в этом доме дом у них большой поэтому все собираются здесь ну что приступим к приготовлению так мы пока тут готовим индейку к нам пришла почта что же такое принесли интересно я уже иногда заказываю что я забываю что и заказала да уж что тяжело тебе живется не говори у меня жизнь до коробка конечно как мы конечно любопытные а то бы даже не свечила больше патбольщик это самокон ну посмотрим что это мы заказали сюрприз сюрприз проверяем как это все открывается разрывать что ли для взрывать хранить будем не так вот тут краешку вешать краешку берешь вау что мы тут привезли это носочки на рождество мы же решили елку в этом году не покупать потому что дети ее растребушат и я решила купить носочки ну задекорировать наш над камином носочки и это а елку мы купим на распродаже после рождества они все будут дешевые молодец хорошо придумал аккуратно не порежься мы постараемся и красивые 3 носочка мы бы 3 купили но у нас мама в этом году на рождество нам нужно было 4 хотя бы ну мне тоже ну конечно ничего себе мы тебя обделим что вот мне повезло оооо какой красивый они вязаные прям да эти вязаные эти красивые открывай секунду мы на амазоне заказали так по любопытству ой эти какие красивые симпатичные но рядом морозом о олень и снеговичок ну как и там в принципе ну вот отвлеклись так дальше дальше продолжаем работать дальше значит я взяла соль натираем солью ее сначала тоже боюсь как бы переборщить то чтобы не соленая была да соли большая я соль не ем весь год на день благодарения можно один раз поесть соленый суп соленую воду свекор мы тоже любим все соленое он тоже давление высокое любит как и я соленое перченое все надо так перчика ой пошел процесс у нас натирание индейки но это это мало надо же я понимаю сейчас подожди я боюсь джарит мне все переживает всю неделю про этот про это терке про эту свою индейку разговаривает а как вы будете готовить а когда будете начинать а когда вы за продуктами поедете да а какие вы салаты будете делать вроде бы что в америке много салатов готовят готовят салат ну готовят ну вот мы потом покажем мы выбрали один салатик и один как закуска у нас будет потому как еще мама там кое-что нужно приготовить привезти еще пюрешка еще этот 9 килограмм индейки куда бабушка еще бабушка дороге привезет так что мы решили не готовить доча мне тут заявку выдала на несколько салатов и давай лучше потом свеженький вот она тут ножки стянуты у нее чтобы потом она зажаривалась и было красиво а это если бы я ее туда нашпиговала всякой разной всячиной вот этим бы потом прикрыла но мы ее не нашпигуем потому что это мама все привезет ну хотя можно чем-нибудь натолкать туда почему-нибудь можно грибов туда натолкать мы грибы любим я джарит ты же тоже любишь ну не знаю как хотите можно и грибов с луком например пережарить мы любим грибы ну вот значит доча ты рада что мы с тобой готовим индейку очень первый раз в твоем доме больше вспоминать потом так ну что я ее натерла солью и перцем пока больше ничем так сейчас надо вовнутрь тоже же перчиков это мало тут сверху перца мне кажется очень даже очень даже много еще у меня он всякие специи будут так что ты думаешь она эта штучка нужно вообще-то я думаю что да ладно что такое и приступлю что я хочу приготовить для маринада я беру вот ложку горчицы сухой так покажем горчицу какую мы горчицу используем ну вот такой вот горчичный порошок я как он называется то подожди фирма первых да я не рекламирую фирму почему не рекламирую просто как приправочек теперь до нас ничего рекламе просто что это такое вот это наташ соль какая-то это короче season salt не знаю как как это объяснить по-русски но пахнет надо сказать приятно ну давай немножко посыпем это опять соль так что это это карри карри я люблю ты любишь карри не знаю может быть и люблю так теперь посыпем каррика короче смешаем все подряд гарник это мам чеснок говорили людям а то не ж не знают Ой, извините. Я сама-то ничего не знаю. Ну, ты слово узнала, вставила. Да, слово быстро вставила. Так, что еще? Это чего-то для чикина. Ну, для курицы какая-то, приправа. Так, для курицы. И что еще? Дай-ка, поливаем соевым соусом. Опять соль. Ну, а что делать, Наташа? Как вот без нее, скажи? Да никак. Не все же так, как я, едят. Да, доча у меня тут правильно питается. Без соли. Так, это что такое? Это оливковое масло. Сейчас я полью. Так, ложку. Это какая, большая ложка? Ты большую ложку? Большая. А, это даже не столовая, это больше, чем столовая ложка. Так, и вот я хочу две ложки меда использовать. Ханибан. Мед красивый, да? Мед вообще одно не говорит. Надо попробовать, что за мед. Мы его уже давно купили. Нет, они сахарится. А ты знала, что мед вообще никогда не пропадает? У него нет срока годности. Ну, если он некачественный, то он весь сахарится. Очень даже, очень вкусный. Ну и посмотрите, что у меня получилось. Какая у меня получилась? Мишанин. И сейчас я что сделаю? Похоже на свет, где-то, конечно, я сделаю. Да, ну. Какое-то повидло. Похоже на повидло. Ну, кому что. Да, сейчас, сейчас я это буду. Все. Ммм. Ммм. Как вкусно пахнет. Намазывать, короче, эту индейку. Мы ее завтра будем готовить пять часов целых. Представляешь? Да, у нас обед с ванной в два часа дня. Да, мы с дочерью не захотели вставать в шесть часов, поэтому пригласили всех на два. Да, сказали, не приезжайте к нам раньше. Так, ну и что у нас получается? Все, я мараюсь, уйдите. Ей, наверное, очень приятно этой индейке. Так, со всех сторон я ее сниму. Нашу красавицу индейку. Какие крылья. Представь, она бегала когда-то. Какие перышки, какой носок. Слышишь меня? Какао. Я говорю, представь, она бегала когда-то, жизни радовалась. Ну, сейчас начнем представлять. А если мы представим, что она цепь дольком еще была? Да, представь, росла, росла. Да. Давай, все, закончим. У нее мечты были. Закончить институт. В этот раз ее сейчас кормили. Так. И она попадет к нам в желудок. На этом наш маринад. И видео, наверное, сейчас прервется. Потому что я ее сейчас запакую. Вместе с этой... Вместе с этим противнем. Он очень маленький. Мы сегодня пойдем с дочерью в магазин покупать противень. Или форму. Как там? Может быть, одноразовую. Может, стеклянную. Какую. Какая нам понравится. Ну, если стеклянная сильно дорогая будет. Одноразовую купим. Да, и все. То я сама-то точно не буду готовить. Я все испорчу. Я плохой... Как это? Повар. Повар, да. С чего ты взяла? Да я потому что не люблю это готовить. Было бы желание. Ну, в том-то и дело. Я говорю, я не люблю готовить. Поэтому я готовлю себе полезный вид. Что не вкусно. Я не расстраиваюсь. Ой, ну все. Наша красавица намазана. Руки у меня тоже все измазаны. Так, давай я ее покажу. Нашу красавицу. Надеемся, что ни у кого аллергии нету. Марина. Муся, курица. Ой, индейка. Как ее? Ты тюрки? Тюрки. Тюрки. Да, мне очень сложно. Я не знаю английского языка. Ну ладно. Мы прерываемся. Давайте. Ну что я хочу сделать? Хочу ее сделать. Следующее. Вот так вот я ее хочу прикрыть. Потому что она же у меня не может заветриваться. Я ее буду прикрывать вот так на этой штуке. Вот видите, на этом. Как я хотела сказать, как я скучала по видео. Как мне нравится делать видео, хотела на видео сказать. Снимаешь? Так, тут дырочка. Сейчас, сейчас подожди. Ты ее поперек сделай по диагонали. Не жалей пленки. Тут Джаред переживает, что мы невкусно приготовим. Ну, пусть он вкусно сам готовит. Ну, я ему уже сказала. Если кому-то не нравится, пусть идут в ресторан и едят там. Индейку подают в ресторане? Да, наверное, где-то подают, но они в Брукингсе у нас. Ох, какая красота. Что, нам в холодильник надо ставить или она будет так стоять? Надо будет поставить. Красота будет, когда мы ее на стол подадим. Вот будет красота. Когда она зажарится. Ну, и сейчас красота. Когда у нее будет золотистая корочка. Представляешь? Ммм, свинка текут. А это она еще не готова. У нас есть место в холодильнике? Ну, мы освободим сейчас, что-нибудь уберем. Такой худенькой, худенькой, такую женщину заставили. Такую, видите, унести. Так, мы вставим индейку в холодильник. Та-та-да! Интересно, он у нас вообще закроется? Давай попробуем, потому что еще не закроется. Что, закрылся? Закрылся, ура! Отлично. Все, до встречи. Всем привет, друзья мои. Сегодня наступил день благодарения. У нас хорошее настроение. Сегодня мы покушаем индейку, которая у нас мариновалась. Всю ночь. Ну, уже, наверное, полсуток. Вот, значит, что я с ней сделала утром, когда проснулась рано. Пришла сюда, вымыла форму. Значит, это двинула шкуру. И набила ее сюда вот такой вот пачкой масла. Вот эту пачку масла я буду использовать попозже. Сколько там грамм? Сколько здесь сто? Я не знаю. Написано 8 столовых ложек, полстакана. Ладно, не важно. В граммах не написано. 8 столовых ложек. Так, налила полстакана воды сюда, чтобы она у меня не пригорела. У меня, конечно, тут есть внутри сок, но этого маловато. Сейчас я ее буду укутывать фольгой. Мы включили духовку, чтобы она у нас нагрелась на 170 градусов. И будем сейчас, сейчас она нагреется и подставить индейку. Сейчас запакуем ее, чтобы она у нас пропеклась и была сырой. Утром, когда скрыла ее с этого мешка, такой запах был ароматный. С такими приправами. Так, покажем, как можно супернуть. Чтоб вся закрыта была, да? Угу. Стоять ей в духовке сейчас всего 5 часов будем, наверное, держать. Вот, 4 часа, но у нас сейчас будет на 170 градусов. Сейчас я покажу, как там запекается. Так, разогревается. Уже 226 по форенгейту. Осталось совсем чуть-чуть. Как он? Кулюшу дальше вот так вот. Ну, сделай. Сделай. Ну, все, упаковали. Покутали нашу птичку. Надеемся, что она у нас будет сочной. Так, мы нашу красавицу ставим в духовку. Ой, какая. И там она будет готовиться 4 часа. Все. Три часа прошло. Достали индейку, посмотреть, как она тут себя чувствует. Вот. Сейчас поливаю ее. Крылья зажарились. Ну, это-то мы еще на час поставим. Насколько, чтобы она зажарилась, запеклась. Ну, боюсь, что не сгорела. Сейчас не знаю, сейчас... Ну, что будем положим опять сверху. Убавлять духовку будет. И убавим духовку, чтобы не горело. Потом мама приедет нам и подскажет, если что. Ну, не так пока. Ставим вот еще одну полчаса. Померили температуру. По температуре готово. Я ее сейчас вот так поверну. С другой стороны. А потом еще откроем, чтобы она зажарилась. Ну, я пойду смотреть ее. Так, все. Красавица, да? Че, красавица? Так, индейка у нас красавица. Ой, она вытащила, смотри. Выпала эта штука. Ой, вот эта же... Да, значит, она уже готова. Да. Ну, все, ставим. Надо ее туда поставить, чтобы вот здесь курочка получилась. И все, да? Ой, запах какой вкусный. Угу. Продолжение следует...